В этом году в России проходит перепись населения. Она должна была стартовать еще в 2020-м, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена. С 15 октября по 14 ноября можно будет переписаться. Для чего это делается? Чтобы узнать, кто и как живет в России и определить социально-экономическое развитие на будущее. Переписываться будете? А как же? А как? Что же мы, не члены родной России, что ли? Безобразница, куда наденется. Обязательно. Я обязательно. Где больницу? Где надо дома строить? Ясли главное где? Да. Ну, все нормально. Родим с тобой и пойдем в Ясли. Это, кроме всего прочего, надо делать. Знать, куда мы идем и с чем мы идем. Раньше таких вопросов не задавали. Просто приходили, переписывали. Ну, а что касается вас? Ну, наверное, скажу в МФЦ. Уже приняли. Через госуслуги. Ну, а как же обязательно. Почему считаете важным? Ну, как важно? Нужно знать вообще, какое население в нашей стране. Все. Каким способом будете? Ждать, пока домой к вам придут? Электронным или сами пойдете? Нет, наверное, буду ждать, пока домой придут. Когда придут домой. Я дома сижу. Там есть ряд вопросов, которые определят нужды, потребности. Ну, и, наверное, пожелания. Каким образом будете принимать часть? Электронным, физически? Я пока не знаю. У меня сын переписал нас уже. Уже приняли участие? Да. А каким образом? Электронным? Электронным. Удобно? Очень удобно. Быстро? Да. Будете ли принимать участие во всероссийской переписи? Нет. Почему? Не знаю, просто не хочу. Нет, конечно. А для чего? Ну, почему? Даже не знаю. Нет. Почему? Ну, я пенсионерка, мне это неинтересно. Пусть молодежь в этом участвует. Перепись населения в нашей стране проходит каждые 10 лет. В этом году очень удобный способ введен электронной переписи на портале Госуслуг. Также переписчики будут ходить по квартирам, а еще имеются пункты физически, куда можно прийти и переписаться. Один из них находится в центре города. Видное в Доме культуры. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.